Здравствуйте! В эфире программа «Ныне» в студии Ольга Лемайкина. Сегодня в выпуске. Андреева один дом-отказник. Жилое помещение осталось на улице. По непонятным для жильцов причинам управляющая компания расторгла с ними договор. Даешь молодежь. Территория смыслов на Клязьме. Это новый молодежный образовательный форум страны, в работе которого приняла участие корреспондент газеты «Ахтубинская правда» Светлана Лондарева. Молодое поколение выбирает спорт. В Ахтубинской детско-юношеской спортивной школе прошел день открытых дверей. Около 300 детей записались на различные спортивные отделения школы. Об этом и не только подробнее. С апреля этого года жители многоквартирных домов, находящихся под управлением управляющих компаний, перестали получать от энергосбыта начисления на общедомовые нужды за электричество. По решению суда, ОДН за электроэнергию теперь должны взимать УК. На практике получилось, что ни энергосбыт, ни управляющие компании таких начислений людям не делают. Соответственно, и справок об отсутствии задолженности за свет для получения коммунальной субсидии не дают. В середине августа на телестудию и в районный муниципалитет стали поступать жалобы от Ахтубинцев, обратившихся в Центр социальной поддержки и не получивших данной финансовой помощи на очередной полугодовой период. В пятницу по инициативе главы Ахтубинского района в прокуратуре под председательством заместителя городского прокурора прошло совещание, на котором представители энергосбыта, управляющих компаний и социальной службы проблему попытались разрешить в правовом русле. Там, где дом находится под управлением непосредственным или ТСЖ, по новому закону энергосбытовая компания продолжает начислять ОДН и выдавать справки, требуемые для субсидии форма. С проблемой невозможности подать полный пакет документов на получение коммунальной субсидии столкнулись в Ахтубинске только жители многоэтажек, управляемых УК. У меня в середине было 10 человек. Один единственный вопрос. Как получить справки? Пошли ничего. Энергосбыт уже не может выдавать справки об отсутствии задолженности. Управляющие компании еще не могут. А страдают жители. С первой половины 2016 года со стороны прокуратуры области и городской Ахтубинской прокуратуры поступали множество представлений о том, что ресурсоснабжающая организация нарушает законодательство в части выставления гражданам счетов и начисления на общие домовые нужды. В мае суд встал на сторону областной прокуратуры и обязал управляющей компании в соответствии с изменившимся законодательством выставлять счета и взымать из жильцов плату за ОДН. Энергосбытовая компания из себя эти обязательства сняла. Однако Ахтубинский УК, их четыре, решение областного суда выполнять не спешат. Сбыт нам направил оферту. То есть они ждали от нас заявку. Но мы закон читаем правильно. И мы знаем, что наша прямая обязанность заключить договора со сбытом, даже на дома под управлением, на нас лежит с января 2017 года. Но нас решением прокуратура, судов пытаются заставить сделать это сейчас. Мы говорим, мы сейчас пока не будем этого делать. Закон говорит с января 2017 заключен. А они, получается, самовольно бросили дома, не произошло передачи. И вот те люди, которые жаловались на ОДН, они все перешли в тех жалобщиков, которые сейчас жалуются на отсутствие справок. На совещании звучали разные определения сложившейся ситуации. Правовая коллизия, переходный период, спор между двумя организациями, энергосбытом и УК. Однако, как момент не назови, люди не должны оказаться крайними и страдать, заключил глава района. Я понимаю абсурдную ситуацию, но это абсурдная ситуация в ваших двух спорах, двух хозяйственных субъектов. Нас сейчас интересует интерес у людей. В свою очередь прокурор напомнил, что согласно действующему законодательству, и энергосбыт, и управляющие компании должны в установленный законом срок выдать гражданину справку по его письменному запросу. Если человек напишет запрос в ту же УК с просьбой выдать справку о наличии или отсутствии задолженности за свет, управляющая компания должна этот документ представить в течение 15 дней. Однако письменное обращение – это крайняя мера. Доводить до нее не стоит. Поэтому после бурного обсуждения выход в интересах жителей города нашли. УК будут выдавать справки об отсутствии задолженности за электричество, которым гражданин, претендующий на субсидию, должен приложить квитанции об оплате по индивидуальному счетчику. По имеющейся у нас информации, компании уже начали выдавать необходимые справки. В одном из ближайших эфиров мы подробнее остановимся на том, как это решение реализуется на практике и о том, какие изменения в оплате коммунальных услуг ждут Ахтубинцев в связи с новыми правилами начисления ОДН. К другим темам. В мае этого года в одном из информационных выпусков мы рассказывали об инциденте, произошедшем в доме номер один по улице Андреева. Напомним, весенние ливни, просочившись в некоторые квартиры, испортили своим визитом не только настроение их жильцам, но и внутреннюю отделку комнат. Возмещать ущерб владельцам жилых помещений организация отказалась. Отказалась она впоследствии и управлять этим домом. Объявления о расторжении договора были развешаны на подъездах жилого дома. Я спала. Просыпаешься, я думала, дождь идет за окном. Но когда почувствовала, что на пол, я как включила свет, здесь ужас тихий. С ужасом вспоминает женщина о последствиях майских дождей. Тогда стихийный водопад нанес немалый урон ее имуществу. Потолок пошел волной, с него кусками отлетала штукатурка. На стене расползались большие желтые пятна. Обои пришлось выкидывать. Отойдя от шока, Валентина Иосифовна обратилась за помощью в управляющую компанию, которая обслуживает их дом. Однако претензии по поводу организации принимать отказалась, не говоря уже о возмещении ущерба. Приспление. Посмотрели и сказали, ой, такая запущенная комната. А какая у нас запущенная? Все оторвано, все висит, мел на полу. В общем, делать мы не будем, техник сказала. И ушла. Городская администрация привела коммунальную квартиру в пригодное для проживания состояние. Женщина не могла нарадоваться на обновленную комнату. Не было бы счастья, да несчастье помогло. Шутит она. Однако спустя несколько месяцев после одного события на смену пришло другое. Управляющая компания объявила о скором прекращении своих полномочий. Компания «Центр плюс» угодовляет собственников помещения улицы Андреева 1 о расторжении договора с 1 июля 2016 года. И говорит о том, что в пятидневный срок в добровольном порядке нужно погасить все задолженности, в случае чего состоится суд, и принудительно заставить выплатить все суммы. Подобные заявления жильцы дома связывают с личными обидами руководителя УК, которой не понравилось, что одна из владелец затопленной квартиры обратилась за помощью на телестудию. Она бросила наш дом. Ну что ж, здесь одни старики и инвалиды. Неужели ей нас не жалко? Ирина Александровна, возьмите нас, простите меня, возьмите нас назад. Мы ведь плательщики, платим, задолженности у нас нет никогда. Так что не обижайтесь. Уброшенный дом пару месяцев назад перестали приходить платежки на оплату коммунальных услуг. Жильцы всерьез обеспокоены. Долги не по их воле начинают расти. Конечно, бросить дом из-за того, что кто-то кого-то поругал, несерьезно. Скорее всего, причина расторжения договора в самом здании, основанного в 50-х годах, содержать аварийный убыточный дом компании невыгодно. Плюс ко всему, договоры управления, заключенные между жильцами и УК, не вечны, официально действуют в среднем 1-2 года. Когда срок действия старых договоров заканчивается, жильцы должны провести общее собрание и продлить договоры или выбрать другую УК. Если жильцы не хотят менять управляющего дома, они могут обжаловать решение центра. Плюс в суде. Если через некоторое время управляющая компания все-таки не захочет эксплуатировать дом, а жильцы не предпримут никаких действий, в дело должна вмешаться администрация города. Мэрия обязана выставить дом на конкурс, где за него должны торговаться разные управляющие компании. Продолжаем выпуск. В Астраханской области завершилась ежегодная благотворительная акция «Первоклассник». Более 6 тысяч детей получили канцелярские наборы и школьные портфели за счет спонсорских средств. Мероприятия по вручению подарков прошли во всех учреждениях социального обслуживания города и области, отмечает пресс-служба Министерства социального развития и труда Астраханской области. В Ахтубинском районе благодаря акции была оказана помощь более 100 школьникам. 38 первоклассников получили укомплектованные ранцы, 52 школьника – канцелярские наборы. Троим многодетным малообеспеченным семьям, имеющим детей и школьников, была оказана адресная денежная помощь. Специалисты Центра социальной поддержки населения Ахтубинского района выражают благодарность руководителям организаций, предпринимателям и жителям Ахтубинского района, оказавшим содействие и помощь в проведении благодворительной акции. Территория смыслов на Клязне – это новый молодежный образовательный форум страны, который проходил при Кураторстве управления президента Российской Федерации по внутренней политике. В рамках форума организована работа восьми тематических смен. Каждая смена длилась семь дней. В форуме приняли участие молодые люди в возрасте от 18 до 30 лет. Корреспондент газеты «Ахтубинская правда» Светлана Аландарева стала участницей смены для молодых преподавателей факультетов журналистики и молодых журналистов. Вернувшись из Владимирской области, где и проходили эти масштабные сборы, девушка поделилась своими впечатлениями с нашей съемочной группой. Хотя форум был заявлен как территория смыслов на Клязме, проходил он в формате полевого лагеря на берегу озера Запольское. Красивые русские пейзажи, новые знакомства, масса информации и впечатлений – все сложилось в единую картину, которая предстает перед глазами каждый раз, когда Светлана вспоминает о форуме. Лекции и мастер-классы от опытных журналистов стали сочетанием приятного и полезного. На форуме мне очень понравилось. Помимо того, что к нам постоянно приходили известные личности, например, всеми известные НС Москевича, ведущие программы «Вести», там было очень много ребят, которые вдохновляли своим примером. То есть это журналисты со всех уголков нашей страны и даже за ее пределами. То есть в общении с ними мы делились опытом, как бы постигали что-то новое. И открывался конкретно у меня какой-то новый взгляд на обычные совершенно вещи. Светлана говорит, что на обычные вещи взглянуть по-новому помогли коллеги. Не секрет, что сегодня в погоне за рейтингами средства массовой информации делают ставку на негативе. В приоритете – скандалы, конфликты, катастрофы. Телевизионщики же из Челябинска решили пойти от обратного и предложили зрителям свой вариант новостей. Интересный был опыт. Я познакомилась с главным редактором Челябинских хороших новостей. То есть эти люди, которые непосредственно выбирают все самое хорошее, они не пытаются обойти стороной проблемы, но в то же время их основной клон – это именно хорошие новости. И он говорит, тем самым мы позволяем людям, челябинцам, начать день хорошо. То есть утром они просыпаются, смотрят, что все прекрасно, там детские сады построены, там погода хорошая и все. И тогда у них заряд хорошее настроение на весь день. Проект «Хорошие новости» – это, конечно, здорово. Но работа в средствах массовой информации сегодня связана с жесткой конкуренцией. Чтобы держаться на плаву, журналисты должны быть мобильными, что, в общем-то, неплохо. Жаль только, что в погоне за сенсациями акулы пера и телеэфира стороной обходят физиков и лириков. Тех сегодня встретить можно только на канале «Культура». Ну а что касается самого форума, то он стал для Светланы Оландаревой хорошим опытом. И в практическом плане тоже. Нам предлагали сделать видеоролик. То есть это какой-то новый контент для молодежного интернет-издания. Даже не интернет-издания, а интернет-канала. Нас, тысячу человек, тех, кто участвовал в форуме, разделили на 50 команд. И каждому мы дали задание сделать какой-то видеоролик с концепцией на 12 последующих выпусков. И каждый мог выбрать из тем «семья», «патриотизм», «бизнес» и прочие, там, 5 или 6 тем. Мы выбрали бизнес и причем разработали довольно такой интересный проект «Как заработать деньги на хобби». Даже такое название придумали многообещающее «Хобби на миллион». Но несмотря на то, что мы получили одобрение экспертов, которые были на форуме, некоторые ребята восхитились с проектом, все-таки решающее значение там играли лайки. То есть лайки и просмотры. И вот мы все выкладывали это видео в интернет, причем на всех социальных сетях, в Facebook, ВКонтакте и прочее, и набирали лайки. То есть каждый понимает, что все члены команды просили проголосовать. И в итоге были отобраны три самых понравившихся, три наиболее просматриваемых видео. И из них уже замминистра связи Алексей Волин, он выбирал, какие команды выиграют. И им он по итогам, вообще по итогам всего конкурса, дал возможность пройти стажировку в известных изданиях, таких как «Российская газета», также в Министерстве связи, в информационном агентстве ТАСС. Название форума «Территория смыслов» отображает реальную картину, которая развернулась на форуме. Журналистика – это не просто профессия, это область, где есть место и фактам, и творчеству, открытому взгляду и плюрализму мнений. Преподносить информацию можно по-разному, но главный вывод, который сделала для себя Светлана, это то, что работать нужно так, чтобы за свою работу не было стыдно. Ахтубинская детско-юношеская спортивная школа действует в районе почти полвека. Тысячи ахтубинцев прошли здесь подготовку по различным спортивным направлениям. В настоящее время более 800 детей занимаются в школе. В новом учебном году к ним присоединились еще 265 мальчиков и девочек, после того, как побывали в спортшколе 2 сентября на Дне открытых дверей. День открытых дверей для спортивной школы – мероприятие традиционное. Родителям и детям предоставляется возможность поближе познакомиться с образовательным учреждением, его традициями и правилами, и, конечно, с тренерами-преподавателями школы. А также узнать подробнее о каждом из спортивных направлений. Художественная гимнастика, акробатика, плавание, гандбол, рукопашный бой, борьба, легкая атлетика, фитнес-аэробика. К этим видам спорта недавно добавилось волейбольное направление. В прошлом году у нас открылось новое отделение направления волейбола. Тренер-преподаватель Боусанна Зотко. И за этот год они выступали порядка 13-15 соревнований, выступали на областных соревнованиях, дизайнили второе место. Ну а в копилку побед принесли за учебный год 7 кубков. В этом году руководство школы планировало открыть футбольное отделение, но данное направление решили взять под свое крыло в администрации города. У тренеров есть выбор. Наверное, не секрет, что с января месяца городская администрация планирует открывать ту же спортивную школу именно по направлению футбола, специализированную. И тренеры, скорее всего, что пойдут туда. Показательное выступление учеников продемонстрировали гостям мероприятие высокий уровень подготовки, который дает детям Ахтубинская спортивная школа. Ежегодно ее воспитанники принимают участие в более 100 соревнованиях различного ранга от районных до международных. И хотя обучение в школе бесплатное, финансовые расходы по выездам и экипировке юных спортсменов ложатся в основном на плечи родителей. Поэтому сотрудничество семьи и школы – вещь необходимая. У нас не секции по интересам, а детско-юношеская спортивная школа. Школа. То есть есть определенные требования, есть положения, есть программы. Конечно, мы работаем и на массовость. Это в основном спортивно-здоровительные группы. Начальный этап подготовки. Но уже когда дети переходят на учебно-тренировочный этап, они занимаются по программам спортивной подготовки, по своей направленности. И там, конечно, нужно выполнять определенный набор нормативов и выполнять требования по спортивному разряду. Свои особенности тренировочного процесса существуют у каждого вида спорта. Есть и возрастные ограничения. Например, на плавание, гимнастику и акробатику нужно отдавать ребенку как можно раньше, желательно еще до школы. Отделения легкой атлетики, гангбола, волейбола и борьбы принимают детей постарше. Все подробности родители могли узнать в конце мероприятия непосредственно у тренера и уже затем принять решение, какой вид спорта больше всего подходит ребенку. Руководство школы отмечает, количество детей, желающих заниматься спортом, растет год от года. Вести здоровый образ жизни становится престижным. В этом году, на 2016-2017 учебный тренировочный год, нам записалось 265 детишек. И это, я надеюсь, наверное, не окончательная цифра. На завершение выпуска служба ЗАГС дает возможность астраханским молодоженам еще раз испытать эмоции от торжественной церемонии бракосочетания, поучаствовать в конкурсе под названием «Лучшая регистрация. Моя». Уже более 20 пар отправили свои фото и видео со свадьбы. По условиям конкурса необходимо отослать свой видеоролик до 3 минут или от 1 до 5 фотографий со свадьбы на электронную почту 450-616-собака-майл.ру. Форма заявки размещена на официальном региональном сайте службы ЗАГС-астробл.ру. Победители будут приглашены на бал молодоженов во дворце бракосочетания Астрахани, где получат призы и станут участниками яркого праздника. Участвуем и побеждаем! У меня на этом все новости. Будьте в курсе событий города и района вместе с ТВ-центром. Всего доброго! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова